Выездной прием жителей Среднеохтубинского и Ленинского районов провел сегодня руководитель региональной общественной приемной президента России Дмитрий Сафонов. В числе вопросов, с которыми пришли селяне, проблемы медицинского обслуживания, строительства дорог, а также оказание материальной помощи. Станислав Лопатин подробнее. Именно с просьбой материальной помощи и начался прием. Пенсионерка Левтина Васильевна Синицына рассказала о несчастье, которое случилось с ее дочерью. Два месяца назад она сломала тазобедренный сустав. Стоимость лечения вместе с операцией составила 117 тысяч рублей. Выплатить такую сумму родители пенсионера оказались не в состоянии. После этого, конечно, мне пришлось занимать много денег. Из этих, что нам там, ну набрала я там 30 тысяч, больше не смогла, ходила по дворам. Дмитрий Сафонов пообещал рассмотреть заявление в кратчайший срок и найти возможность помочь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Все вопросы, которые задаются во время выездных приемов, приемов президента Российской Федерации, все они находятся на контроле. Другой вопрос, что есть вопросы, которые необходимо в срочном порядке решать. Это касается и лекарственного обеспечения онкобольных, больных, так сказать, другими серьезными заболеваниями. Вопрос следующего посетителя Елены Рудковой касался сроков строительства дороги в Покровском сельском поселении Ленинского района. Она объединяет сразу шесть населенных пунктов. В прошлом году районные и региональные власти договорились в течение трех лет проложить здесь трассу. Но пока не наблюдается активных действий в плане решения проблемы бездорожья, от которой устали местные жители. До основной Покровки у нас детей возят на автобусе. И вот эти 11 километров, иной раз автобус уйдет, час десять. Вот такая у нас дорога. По риску, большой риск. На строительство дороги планировалось поэтапно затратить из бюджетов района и области 400 миллионов рублей. В этом году 116 миллионов от этой суммы. Дмитрий Сафонов заверил, что выяснит причины задержки с выполнением работ и их финансированием. А вот проблема, с которой обратились жители села Заплавное, связана с трудностями в получении медицинских услуг. Уже мы три года, даже больше, наверное, бьемся по больнице. У нас больница была на 40 мест. Сейчас в нашей больнице для жителей села всего пять коек дневного пребывания. Из-за нехватки медперсонала в участковой больнице в основном оказывается экстренная помощь. В остальных случаях надо ехать в районную клинику, что сделать непросто, учитывая только один в день автобусный рейс до Ленинска. Дмитрий Сафонов не только попросил районной власти обратить внимание на эту проблему, но и пообещал изучить ситуацию по сельской больнице. Эти вопросы тоже определенным образом надо смотреть более пристально, потому что, чтобы у людей любая модернизация не связывалась только с сокращением или ухудшением. Потому что если мы смотрим, что мы должны модернизировать систему здравоохранения, обязательно надо ее увязывать и с обеспечением автобусным сообщением. Надо сказать, что желающих встретиться с руководителем региональной приемной президента России оказалось немало. Изначально записалось около 50 человек, но с каждым часом посетителей пребывало. Дмитрий Сафонов заверил, большинство вопросов, с которыми пришли люди, будут решены положительно, благодаря более ответственному выполнению его поручений властями на местах. Станислав Лопатин, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба» из Среднехтубинского района.